Сформируем наше намерение. Сейчас мы хотим подняться в хронике Акаши и посмотреть пять последних моих жизней перед этой. На счет три поднимаемся в хронике Акаши. Один, два, три. Полетели. Но мы не поднимаемся, мы просто перемещаемся к хроникам Акаши. Мы здесь. Снимаются маски и голограммы. Все вокруг предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Ничего не поменялось. Отлично. На счет три перемещаемся в главный зал хроник Акаши. Один, два, три. И мы в главном зале. Да, мы внутри. Мы приветствуем хроники Акаши, посылаем хроникам нашей искренней энергии любви и благодарности. Здесь все пропитано энергиями. На счет три появляется перед тобой моя книга жизни. Один, два, три. Да, есть книга. Опиши ее, как она выглядит. Она выглядит как книга, открыта она на сегодняшнем дне. Понятно. Получается, мы будем листать ее сзади. Хорошо. С концов начала. Я даю команду. Сейчас появляется в книге «Воронка», которая затягивает тебя. И мы перемещаемся в мою последнюю жизнь до этой жизни. Один, два, три. Опиши, что ты видишь. Первый момент моей прошлой жизни. Это момент смерти. Хорошо. Давай перенесемся в начало этой жизни. Один, два, три. Это ребенок, чисто одетый. Какая-то страна, какой-то год. Считай информацию. 1807. Хорошо. Географически, где мы находимся? Тенерифе. Тенерифе. Хорошо. Перемещаемся в следующий важный момент моей жизни. Один, два, три. Опиши, что ты видишь. Где я нахожусь? Это школа для мальчиков. Я там учился. Тебе 12 лет. И здесь строгий учитель, которого очень длинная... Палка. Она не палка, она больше как плеть. Она очень указка, тонкая. Я их и в этой жизни не любил. Хорошо. И он трогостью держит мальчика. Здесь одни мальчики. Он бьет по столам, за которым сидят дети. Оставим этот момент. Переносимся в следующий важный момент этой жизни. Где я нахожусь? Сколько мне лет? Что меня окружает? Здесь вода. Здесь море. Здесь... То есть, получается, это определенное место, пляж, которым ты пользуешься. Ты уходишь далеко куда-то. Сколько мне лет? Двадцать один. Чем я занимаюсь? В данный момент ты на пляже. Ты получаешь большое удовольствие от солнечного света и воды. На острове. То есть, ты как общаешься с ними? Получаешь определенные энергии? Тебе понятны эти стихии? Чем я занимаюсь в 21 год? У тебя такая длинная, какая-то одежда длинная? Да. Как платье или ряса, что-то такое. С чем она связана эта информация? Ряса. Ты слушаешь, дальше идет информация, то есть, тебя показывает. То есть, ты, видимо, продолжаешь учиться где-то, ты слушаешь какие-то, как, типа, лекции, что ли? Какая наука? То есть, это не определенное какое-то здание, где преподают учителя, это какая-то людьми, там есть другие люди, мальчики, они все в таких одеяниях, они слушают учителя. Это школа или университет? Нет, это на открытом, под открытым небом. Хорошо. Какой предмет мы изучаем? Теософия. Теософия. Филология. Филология и теософия. Отлично. В принципе, то, что я люблю и в этой жизни. Хорошо, переносимся на следующий важный момент в моей жизни. На счет 3-1-2-3. И ты в следующем важном моменте этой жизни. Опиши, что ты видишь. Сколько мне лет, где я нахожусь. Тебе 28 лет, ты не хочешь покидать этот остров, он нравится тебе именно тем, что здесь есть стихии воды, земли, солнце, это все рядом. И воздуха, конечно. Ты с женщиной, девушкой. Хорошо. Ты привел ее на это место, где это. Купаешься. Показать ей, да? Да. Как ее зовут? Энджи. Энджи. Анджелина Энджи. Ты зовешь ее Энджи. Как ангел, ты говоришь. Понятно. Хорошо. Мне 28 лет. Переносимся в следующий важный момент этой жизни. И ты в следующем важном моменте этой жизни. Она получается, ты также преподаешь что-то, она под открытым воздухом детям. Твоя жена родила ребенка. Мальчик, девочка? Мальчик. Отлично. Сколько мне лет? 38. Сколько? 38. 38. Хорошо. Какие предметы я преподаю в этой школе? Те, которые я изучал. Теософию и филологию. Историю. Историю. Ну, давай перенесемся еще на 10 лет вперед. 1, 2, 3. Где? Чем занимаюсь? У тебя несколько детей. Дом, в котором вы живете, остался тебе от родителей. Он небольшой. У тебя 5 детей. И ты концентрируешься на их развитии больше. Ты видишь вокруг, как меняется жизнь. Ты видишь, как нищету. Там есть нищета. Там есть люди, которые живут на улице, грубо говоря. И ты видишь, что школа, где ты сам учился, не несет знания, несет страх. Поэтому ты предпочитаешь учить сам своих детей, преподавая им. Здесь немного разочарования идет от жизни. То есть все, что ты видел и к чему стремишься, ты уже можешь видеть своих учеников, которые выросли, чего они достигли. И как сформировалось их мировоззрение. В чем-то ты разочарован. Ты видишь несправедливость, которая творится на улицах и на государственном уровне. Поэтому ты живешь вособленно, воспитывая сам своих детей, преподающим. Жена смотрит за твоими детьми. Она нигде не работает. Дом достался от родителей. Переносимся еще в следующий важный момент этой жизни. И ты в следующем важном моменте. Тебе 54 года. Ты болеешь. У тебя лихорадка. Худой? Нет, ты просто в постели. Ты как весь мокрый, лихорадит тебя. Это уже конец жизни? Или еще дальше можно? Значит, у тебя есть рядом жена. Она прикладывает мокрое, такое как свернутое. Полотенце. Ну, это не полотенце больше, такое, какой-то холст какой-то на голове. Льняное, скорее всего. Она прикладывает тебе. То есть у нее стоит вода, и она мочит и прикладывает на лоб. Хорошо. Переносимся за 10 минут до моей смерти. Один, два, три. Сколько мне лет? Опиши, что ты видишь. 73 года. Хорошо. Ты похоронил жену. Но выглядишь ты очень старым. 73 года. Жену ты похоронил 5 лет назад. Это подкосило тебя. Ты потерял интерес к жизни. Дети выросли, и у них свои заботы. Многие уехали в центральные города на тот момент. И переносимся в момент смерти. Один, два, три. Что происходит? Это сон. Ты умер во сне. Душа вышла просто из дела. Встала и поднялась наверх, да? Я видел эту картину. Отключаемся от этой жизни. И переносимся в жизнь до этой жизни на Тенерифе. Один, два, три. И ты в первом важном моменте моей жизни предыдущей перед Тенерифой. Опиши, что ты видишь. 1702 год. 1702 год. Страна? Португалия. Здесь тоже есть море. Но это... Океан. Ну, вода есть, вода. И здесь стоят как судна какие-то возле берега. Какой это город? Порта. Порта. Ну, порт у меня всю жизнь тянуло в этой жизни. И я даже в гугле нашел это место, с которого я смотрел. Это прямо... Я жил недалеко от океана. Река течет и впадает в океан. Правильно? Посмотри панораму. Ну, я нахожусь сейчас на небольшом таком, как балконе, который выступает. Абсолютно верно. Это такой бетонный. Бетон, как бетонный. Не знаю, из чего он построен. Но не деревянный дом. Камень. Камень, может быть. Он очень простой такой, квадратный. И у него есть балкон. У него есть лестница каменная, и наверх идет балкон. И с балкона видно как раз вот эту воду, и даже, ну, что там лодки есть. Хорошо. Итак, мы в 1702 году в Порту, Португалии. Сколько мне сейчас лет? 42. 42 года. Чем я занимаюсь в этой жизни? Преподаешь. Но это больше похоже на зубрение идет слово. То есть ты хочешь, чтобы твои ученики зубрили все, что ты им говоришь. Какое учение? Все, что ты преподаешь, ты считаешь, ты очень как доверяешь тому, что ты учишь. Какую предмет я преподаю? Здесь нет предмета. Это общей науки. В них входит история, религия, математика, астрология. Значит, я был преподавателем в прошлой жизни. Хорошо. Давай перенесемся в следующий важный момент этой жизни. Один, два, три. Ты в следующем важном моменте моей жизни в Португалии. Какой это год? Сколько мне лет? Она здесь понемногу просто показана. Твоя жизнь. Ты преподавал, считай, всю жизнь. Я очень доверял этому учению. И настаивал, чтобы ученики принимали все, что ты говоришь. У тебя есть жена, у тебя есть ребенок. Один. Как звали жену? Линда. Один ребенок у меня. Да. Давай перенесемся в следующий важный момент этой жизни. Один, два, три. Ты в следующем важном моменте этой жизни. Что ты видишь? Ну, я вижу тебя в постели стариком. Сколько мне лет? 80. 80 лет. Ну, это уже перед смертью, да, я полагаю? Здесь есть внук, да. У тебя дочь и у тебя внук. Жена, она тоже живая, она стоит рядом. Ты умираешь, получается, ты всю жизнь провел в своем учении. Ты свято верил в то, что ты говоришь. Как умер во сне или так? Ну, это старость, получается. От старости. Ну, 80 лет в то время это довольно приличный срок. Хорошо. С этой жизнью все понятно. Отключаемся от этой жизни и переносимся в жизнь до этой жизни в Португалию, в Порту. Один, два, три. И ты в этой жизни до Португалии. Опиши, что ты видишь? А я вижу снег, горы, человек. С бородой замерзает в них. Это конец моей жизни той, да? Видимо, да. Хорошо. Начался ураган. Ну, давай с конца не будем начинать. Давай все-таки вернемся к началу этой жизни. Значит, возвращаемся. Возраст, когда мне 18 лет. Один, два, три. И ты в этом возрасте. По Китаю, Тибет. Китай, Тибет. Какой это год? 1600. 1600 год, да? Да. Хорошо. Чем я занимаюсь в 1600 году в Китае, в Тибет? Ну, на самом деле, здесь такие небольшие поселения показаны, небольшие домики. Больше на хижины похожи. Или что-то шалаш, хижина. Не знаю, как назвать. Такое все сделанное своими руками. Поселение. Построенное. Хорошо. Поселение. И я там живу, да? Да. Ты здесь живешь, ты ходишь здесь. Это где-то высоко. В Крах, ты сказала. Китай, Тибет. Ты ходишь босиком, несмотря на холод. Ты переходишь из дома в дом. Здесь все друг друга знают. Здесь нет чужих. Но есть определенные тропы, что ли, которые не все знают. Здесь есть места определенные энергетические. Это поселение знает о них. В основном мужчины. Мужчина охраняет эти места. Какая у меня профессия? Чем я занимаюсь? А ты делаешь все, чтобы выжить. То есть, это как большое такое комьюнити, которое помогает друг другу. Вы выращиваете еду, которая растет, потому что там холодно. Вы спускаетесь ниже раз в какое-то время и поднимаете, поднимаете, ну, что здесь, как мешки. Понятно. То, что купили. Это даже не мука, это какие-то зерна, которые вы потом превращаете в муку. То есть, вы все помогаете друг другу, чтобы выжить и охранять вот эти. Здесь выказано, ну, как высокогорье. И так, как вы спускаетесь вниз, поднимаетесь, и то, что выше вас, там есть места с определенной энергией, там есть пещеры. Вы охраняете все ваше, все ваше вот это поселение. Это какие-то тайные знания? Что это за пещера, которую мы охраняем? Мы узнаем о ней. Проходы. Слово идет, проходы. На самом деле, вы сами не до конца знаете. Вы знаете, что ваша задача охранять их, охранять и не подпускать никого. А куда ведут эти проходы? Там еще показано, что эти проходы, они сами себя защищают. Это порталы, Вера, по-моему, они проходы. Посмотри внимательно, что там видно. Или они ведут куда-то эти дороги? Но они как вход, достаточно высокий. Какую тайну несет себе эта пещера? Пошла информация. Здесь не одна, но здесь несколько таких мест, которые... Это места силы или что это за места? Места предков идет информация. Места предков. Хорошо, давай перенесемся в следующий важный момент этой жизни в Китае, в Тибете. Один, два, три. Опиши, что ты видишь? Я там же нахожусь. Сколько мне лет? Здесь было как не вооруженное, а как не нападение, как сказать, столкновение. То есть вы защищали. Вы защищали свою небольшую деревню и дальше тропы, которые идут вверх. Вы победили? Здесь нет, вы не победили. Здесь как государственные органы. Их, получается, они как военные. Но военные защитники государства, я не знаю, как их называть, они не военные. Это то есть люди, которые на конях добрались до сюда. У них почти у всех как одинаковая одежда. Они хотят пройти дальше. Вы их не пускаете. Вы встали такой, как линии. Вы держите друг друга. Как-то у вас руки сплетаются, где плечи. То есть вы преграждаете им дорогу. И чем закончилась эта история? Они ушли, но произошло столкновение было. Несколько человек ваших погибло. Хорошо. Давай перенесемся тогда в год моей смерти. Еще не смерть, но этот год, которым я покину этот мир. Один, два, три. И ты за год до моей смерти. Я там же нахожусь. Да, ты плетешь какие-то вещи. Плетешь как корзина, что-то такое. Сколько мне лет? Сидишь на улице. Сколько мне лет? Тебе 53 года, но выглядишь ты седым. Ну, в Китае, в Тибете, в горах жить, наверное, не располагает к глубокому отдыху. И за 10 минут до смерти ты сейчас меня находишь. Один, два, три. Ты в горах, и у тебя в руках такая... Палка. Но она как у альпинистов, у нее с двух сторон такая штука. Палка, и она заканчивается таким, который цепляется. Понял. Она самодельная, переплетена. И где-то в горах там холодно, и там снег. И что я туда пошел? Умирать? Вы кого-то ищете. Он потерялся, и выкрыто какой-то ребенок. Выкрычите его имя. Это ребенок из вашей деревни, он ушел. Понятно, мы искали ребенка. И чем это закончилось? Моей смертью, да? Бурей, да. Была буря. И я замерз. Снежная буря. Да, ты замерз там. Мне было... Лицом кверху. 54 года. 54 года. Хорошо. На этом с этой жизнью понятно. Теперь мы отключаемся от этой жизни в Китае, в Тибете. И переносимся в жизнь до этой жизни. На счет три. Один, два, три. И ты в жизни до жизни в Китае, в Тибете. Опиши, что ты видишь. Зелень лианы. Очень много зелени. Какая-то страна. Какой-то год. 1302-й. Географически, где мы находимся? Слово идет Мексика, но то, что показывает картинка. То есть вы не знаете, где вы находитесь. Вы не представляете карту, как мы на сегодняшний день ее знаем. Ну, мы можем ее представить. Итак, пошла информация, какая-то страна. Мексика. И это связано с чем, с какой-то цивилизацией? Нет, это не связано с цивилизацией. Это мексиканские, индейские племена, которые живут обособленно от людей. Хорошо. Материка. Сколько мне лет сейчас? Четыре. Четыре года. В какой семье я родился? Кто были мои родители? Ты сидишь рядом со своим отцом. Не знаю, какое у него. То ли вошь, то ли какое-то важное лицо в этом племени. Это цивилизация? Никто никого не боится. Здесь ходят все полуголые. Все построено из вот этих, из зелени. Майя резонирует? Нет, они индейцы. Индейцы. Мексиканские индейцы. Хорошо. Может быть, они продолжение майя, но майя давно ушли. Значит, я родился в семье, где в отчестве у меня отец был, да? Этого племени. Я не знаю, кто он. Он сидит, его слушают все. Хорошо. Хорошо. Переносимся на следующий важный момент в этой жизни. Один, два, три. И ты в следующем важном моменте этой жизни. Ну, здесь семь лет тебе, и ты также стоишь рядом с отцом. Люди слушают твоего отца. А твой отец готовит тебя. То есть, почему ты находишься рядом с ним? Потому что все должны знать, что после него будешь ты не править, а защищать это племя. Какой именно защите идет речь? Они полностью полагаются на то, что говорит их вождь. Где им брать воду, что им, где им брать еду, как им строить дома. И если кто-то, женщина и мужчина, хочет жить вместе, вождь решает это. Они должны обратиться к нему. То есть племя полностью со всеми вопросами приходит к нему. Все понятно. Давай перенесемся на 20 лет вперед в этой жизни. Один, два, три. И ты перенеслась на 20 лет вперед. Что ты видишь? У тебя 27 лет. Ты управляешься. Это лук. Ты управляешь луком. Лук. Копья какие-то здесь. То есть, все подручные материалы, которые есть в этом племени. И у вас идет конфликт с другими племенами. Кем я нахожусь в этом племени? Кем я там являюсь? Отец еще жив? Отец еще жив, да. Он пожилой, но он жив. И он говорит, что нужно найти способ примирения. Но тебе хочется повоевать с ними. Пострелять из лука. Погонять их копьями. Здесь понятно. Переносимся в следующий важный момент этой жизни. Один, два, три. Здесь сожженное место. На том месте, где была деревня. Многие люди стоят в стороне. Это женщины, дети. Твой отец умер. Ты понимаешь и осознаешь неправильность в своих поступках. Регулирование вопроса территорий. Это было за территорией. Понятно. Сколько мне лет в этот момент? Тебе 37, будет 38. Семья у меня есть? Да, есть жена. Не одна. Хорошо. Есть женщины, у них есть дети. Давай перенесемся тогда за год до моей смерти. Один, два, три. Еще секунду. Ты понимаешь, что тебе нужно принимать правильные решения. Потому что целое племя осталось сейчас без жилья. И оно было легко уничтожено. Ты уже начинаешь по-другому думать и делать стратегии, как дальше. То есть ты принял на себя ответственность за это племя. Я вождь этого племени? Да, так как отец передал тебе свои права. И все это знают все. Они надеются на тебя. Итак, мне 38 лет. Это год моей смерти. Я осознал, что я сделал ошибку? Нет, это не год твоей смерти. Это все еще тянется с того, где вы смотрите на все это сожженное место. Ты понимаешь, что ты принял на себя ответственность. И что после этого случилось? Следующий важный момент. Твое племя живет. Мы переместились. На самом деле не совсем далеко от этого сожженного места. Мы отстроили новые хижины. И ты также в такой же позе сидишь. Здесь такое место, где сидит вождь. Оно определенными такими листьями украшено крупными. И ты там сидишь. Так же, в той же позе, как сидел твой отец. Сколько мне лет здесь? 67 лет. 57 лет. 67. 67 лет. Хорошо. И это год моей смерти. Давай, за 10 минут до смерти перенесись туда. Ну, это такая, как хижина. Ты лежишь там. Люди стоят на улице. Все знают, что ты умираешь. Умираешь ты от какого-то укуса. Сколько лет мне было? 68. Хорошо. Меня что-то укусило, я от этого умер, да? Да, это было ядовитое. То, что тебя укусило. В Мексике много ядов. Мой организм не справился с этим ядом. И никто не смог помочь. Хотя были сделаны все правильные процедуры. Этот яд задержался в твоем теле. Так как тело было ослаблено. Яд победил. Время пришло. Хорошо. Отключаемся от этой жизни в Мексике в 1302 году. И переносись в жизнь до этой жизни. Один, два, три. Что ты видишь? Ну, это что-то похоже на каких-то как рыцарей, что ли. Хорошо. Считай информацию. Какой это год? В каком месте ты находишься? 1100. 1100 год. И где это? Пошла информация. Это Рим. Рим. Что я делал в Риме в 1100 году? В каком я возрасте, ты меня видишь сейчас? Тебе 21 год. Ты на коне. И у тебя есть шлем. Шлем и копье. Кому я принадлежал? Каким войскам? Чем я занимался? Войскам, которые охраняют город. Ты не один. Есть другие садники. Хорошо. Это рыцарь называется или как? Или охранник? Или какая это работа? Военный? Это патруль города. Давай перенесёмся в следующий важный момент этой жизни. 1, 2, 3. Ты в следующем важном моменте этой жизни. Сколько мне лет? Чем я занимаюсь? Значит, тебе 25 лет. И какие-то свёртки, как орлоны, свитки. Свитки. Хорошо. И что там? Которые тебе нужно перевести. Которые перевести тебе нужно. У тебя есть отряд. То есть свитки доверяют тебе, но у тебя есть отряд, который защищает тебя. Потому что едете вы по лесу. И кому я должен передать эти свитки? Что там находится? Какая информация? Слово идёт в Ватикан. Вы едете куда-то к папе. Ватикан. Хорошо. Там, где находится папа в этот момент. Вы передаёте ему эти свитки. Это какой-то орден, которому я принадлежал? Пока нет. Переносимся на 10 лет вперёд в этой жизни. 1, 2, 3. Мне 35 лет. Опиши, что ты видишь? Ты покидаешь город. Ты просто одет. И у тебя сзади как котомка висит такая. Я уже не военный? Нет, ты разочаровался. Ты видел манипуляции. И несправедливые отношения. Ты оставил всех. Всё. И ты не хочешь жить в городе. Хорошо. Куда я переместился? Чем я занимаюсь? В данный момент ты идёшь по дороге. Давай перенесёмся на некоторое время вперёд. Недалеко. Посмотри, до куда я дошёл. Чем занимаюсь? Через год хотя бы. Это поселение людей. Поле. Они живут в поле. И как я там интегрировался? Не приняли тебя. Они кочевники. Понятно. Я попал кочевникам. Они кочуют. И какая моя функция в этом поселении? Давай промотаем вперёд по ленте времени на год. Ты что-то делаешь. Ты работаешь с кожей. С кожей животных. Это одежда. Сумки, в которых носят чехлы какие-то. Здесь, в принципе, всё понятно. Я женат. Семья есть. Дети. Тебе нравится девушка, но ты боишься брать ответственность. Потому что ты знаешь, как это опасно переезжать. Или же иногда вы сталкиваетесь с людьми на лошадях. И они прогоняют вас с этих территорий. И ты понимаешь, что если будет ребёнок, он будет в постоянной опасности. Но девушка тебе очень нравится. Хорошо. Давай перенесёмся на 10 лет вперёд по ленте времени. 1, 2, 3. Опиши, что ты видишь. Ты один. Ты едешь на коне. Сколько мне лет? 46. Хорошо. Куда я еду на коне? Это города. Я ушёл из того поселения? Да, ты ушёл из того поселения. Ты перемещаешься к городам. Сам? Да. Нормально. У тебя есть профессия. Ты можешь. Сумки тоже. Ты работаешь с кожей. Сумки, одежда. Это чехлы для луков и стрел, в том числе для оружия. И ты продаёшь по городам и дальше путешествуешь. Всё в этой стране. Там же приобретаешь кожу на рынках. Хорошо. Я один, я понял. Мастеришь и передвигаешься дальше. Ну давай перенесёмся в следующий важный момент. От 46 лет и дальше. На 5 лет вперёд. Чем я занимаюсь? Кто я? Где живу? Ты обосновался в небольшой деревне. Всё там же в Римской империи? Да, но это не Рим. Я понял. Это большая деревня, в которой живут люди. Ты не один, у тебя есть женщина рядом. Вы ведёте хозяйство, у вас небольшой такой... Домом это трудно назвать, постройка такая. Там есть другие постройки. Понятно. Там жили и обрабатывали, видимо, землю или что-то нужно было обрабатывать. Нет, это как маленький город такой. То есть здесь есть базар и ещё этот город, он на дороге. Здесь постоянно приезжают. Это проходной такой город, через который... Дороговое место, через которое проезжают. Дорога проходит. Да, но город небольшой. Именно так. Здесь ты продаёшь свои изделия. Свободная такая, нормальная, спокойная жизнь. Как если можно назвать на тысячи. Да, вас не гоняет никто и не трогает. Ты продаёшь свои изделия. Изделия нравятся. Хорошо. Давай перенесёмся в год моей смерти. Или за год. Один, два, три. И ты в этом моменте. Ну, здесь 61 год у тебя стрела в шее. Вот так вот. Да. И кто нам её послал? Конфликт здесь произошёл какой-то. Так это... Ты уже в момент смерти попала? Или за год? Ну, раз у тебя в шее стрела, значит, в момент смерти. В момент смерти. Мне 61 год. И какой опыт я получил в этой жизни? Здесь идёт сравнение, как висы на одной стороне, что ты в 20 лет и в 25 тебе доверяли документы, и ты мог дальше продвигаться. Государственных структур. Но из-за несправедливости и манипуляций, которые ты... То есть это было в разрез твоей душой. И на другой чаше идёт как раз такая вот жизнь, когда тебя никто не знает, но знает лишь потому, что ты делаешь хорошие вещи своими руками и продаёшь. Ну, уж. Ну, ты со спокойной душой. Новое начало. Понятно. Хорошо. Я сделал свой выбор. Это такие весы, да. Я бы в этой жизни сделал наверняка такой же выбор. И на этом моя жизнь заканчивается, да, Вера? В 1100 году в этом поселении. 61 год. 61 год. Какой сейчас год? 1161. 1161. Оставляем, отключаемся от этой жизни и поднимаемся наверх в зал Хроника Каш. Я благодарю мою книгу жизни. Мы посылаем нашу искреннюю энергию любви и благодарности хранителям Хроника Каш. И переносимся к входу. 1, 2, 3. Благодарим Хронике за работу с ними. Мы остались. Отключаемся от этого места и переносимся в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Полетели. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok